Пусть все Все реки вытекают до последнего ручья Я тебя не променяю, потому что ты родная Пусть все реки вытекают до последнего ручья Я тебя не променяю, потому что ты моя Привет Привет Я тоже за ней слежу, еще со вчера Зачем? Ну как зачем? Чтоб все выяснить Ну и как, выяснили? Конечно В общем, машины у нее нет Ездит на общественном транспорте Живет в пригороде, снимает квартиру А выдает себя за бизнес-вумен Бедность не порог В ее случае порог Видно же, настоящая аферистка Как Леня это сразу не понял На заказ повелся, дурак Так Бодя, ну где ты ходишь? Гуляла просто Вот смотри, кто к нам приехал Привет Так, пап, Бодь Нам нужно решить, что нам подарить бабушке на юбилей Значит, билеты на ее любимого Бенюка и Хостякова мы уже купили Но я считаю, нужно еще какой-то отдельный подарок Я видела сегодня отличную шаль возле универа Неплохо А ты что думаешь? А я ничего не придумала Можно и шаль, если Света хочет А где мама? Так, можно шаль, а можно еще какой-нибудь браслетик С инкрустацией А мама, мама в церковь ушла Должна скоро вернуться Пап, а пообещай, что после похода в театр ничего не будешь планировать Почему? Ну, мы с Бодей придумали форушет для бабушки Вот в очень интересном месте Так что пообещай Света, что ты задумала? Да ничего я не задумала Катюш, привет, Лиза Привет Ну что, завезу тебя в аэропорт А сама во Львов Ты все-таки решила? Да На машине поедешь? На машине, билетов нет На самолет, на экспорт Люсь, ну ты уверена, что тебе ехать туда надо? Я уверена Я себя не прощу, если с малышом что-то случится Ну не станет она слушать тебя Станет Поехали У тебя вылет откуда? Из Борисполя или из Жюлян? Значит так, Люсь Никуда я не полечу Я поеду с тобой во Львов Меня она точно должна высушить Ты настоящий друг Спасибо Галина Сергеевна, а стол к ужину уже накрывать? Сейчас я, Люсь, позвоню, узнаем Алло, Люсь, привет, ты когда будешь? Как не ждать? А, у тебя свидание с Тополевым Ну, ночевать ты хоть дома будешь? Завтра вечером? А что с голосом? Какая командировка? Что случилось? Ну, хорошо Приедешь, расскажешь Пока Какая красота Вот бы мне такое Только оно, наверное, целое состояние стоит Лиза, иди в кухню Накрывай на стол Алло, Степ Добрый вечер Подожди минутку Мне надо поговорить Я сейчас вернусь Что-то с девочками, с мамой? Нет, с ними все в порядке Сейчас садимся ужинать Скажи, пожалуйста, а куда Люся уехала? Что за командировка на ночь глядя? Уехала? Понятия не имею Она мне ничего не говорила Да нет, я ей только что звонила Она сказала, что уезжает в командировку И будет только завтра вечером Мне кажется, ты что-то путаешь Все, мне пора идти Пока Трубку мог бы не бросать Хам Из дома звонили? По работе Странно Степ По-моему, ты очень много работаешь Я помогу тебе расслабиться Ждали его, ждали А он даже ужинать не остался Ночует Ночует у какого-то своего приятеля Как мне все это не нравится Бабуля, ты же общалась с Ксюшей? С кем? С мамой моей родной Она же приходила сюда Спрашивала обо мне Фотографию мою украла Помнишь? Да, конечно помню А ты чего вдруг о ней вспомнила? Хочется знать, что она за человек Все-таки интересовалась мной А ты всегда хорошо разбиралась в людях Ну тогда она мне скорее понравилась Очень искренне Расспрашивала про тебя Видно было, что сочувствует, переживает А там кто ее знает Не думай о ней, детка Ну как? Я не могу, она же моя мама А мы? Мы разве тебе чужие? Богданка тебя здесь все так любят Наносит где-то по свету твою непутевую мамашу Но есть же мы Я Мама Галя, Света, Люся Папа в конце концов Я знаю Я знаю бабушку Я вас очень люблю Ко мне сегодня в салон приходила твоя Света Я делала ей прическу Мы почти подружились Чудная девочка Вся в тебя Ну и как? Ей понравилось? Очень Благодарила меня Надеюсь, перед юбилеем тоже зайдет Сделаю ей такую же Не напоминая юбилея Почему? Это же твоя мама И такое событие Такое событие, что на него все соберутся Включая мою жену Придется опять изображать семейную пару А тогда мысли трясет Не расстраивайся, милый Хочешь? Я поеду с тобой Не стоит Почему? Я бы тебя поддержала И тебе бы не пришлось изображать Семейное счастье Ир, я же сказал Не стоит Неплохая гостиница Да Всегда мечтала побывать во Львове Погулять по историческому центру Ничего Еще приедем Ты, кстати, отличный водитель, Люсь Так быстро добрались Ведь не так давно водишь Ты преувеличиваешь Ты, наверное, устала? Ничего Иди в душ первую Я после тебя Спасибо, Катюша Здравствуйте Здравствуйте Мне, пожалуйста, воды без газа? Мне ничего не надо Спасибо Ну что, рассказывай Любовника пока не обнаружил Весь вчерашний и сегодняшний день Она провела в компании молодой и симпатичной женщины Сначала они очень долго сидели в офисе транспортной компании А вечером Людмила отвезла эту барышню в гостиницу Сегодня днем они опять встретились Спасибо Что еще? Я передумал Я прошу прощения Можно кофе, пожалуйста? Эспрессо На чем остановились? На знакомой Людмилы Полищук О ней что-то узнал? Женщина зарегистрирована как Екатерина Каминский Иностранка Ну, на бизнес-партнера не похоже Может, давние подруги? Давних подруг обычно в гости приглашают Они в гостиницу везут Людмила Сергеевна ее домой не привозила И, судя по ее поведению Встречи с этой Камински старалась нигде не афишировать У нее вообще такое впечатление, что она ее от всех скрывает Странно Очень все странно И где они сейчас? Людмила Полищук и Екатерина Каминский Уехали из Киева по Житомирской трассе В городе больше не появлялись Да Какой же я все-таки Дурак Олух Я за ней ухаживаю А она Играет за другую команду В смысле? Что в смысле? Любовницы они Что тут неясного? Девушка Коньячку, пожалуйста Грамм сто только французского хорошего Так продолжать следить за Людмилой, когда вернется? Да ничего не надо продолжать И так уже все известно Это вам, как я обещал Спасибо За кофе Я расплачусь не надо Ну, если передумаете, звоните Мой номер у вас есть Всего доброго До свидания До свидания Девушка, коньяк просил Вставай, Соня У нас сегодня много дела Мы хоть позавтракать успеем Мы на утренний эфир Перекусим что-нибудь там Возле студии Слушай, шеф Давай, давай Ну, наконец-то Ну, третий раз звоню Ты куда пропала? Ты жива вообще? А может, ты во Львов укатила? Люда А что ты задумала? Да какой поговорить с Мариной? Ты что? Она тебя терпеть не может Она тебя слушать не станет Это во-первых Во-вторых Даже если ты ей все расскажешь То, что ты рассказывала мне Она тебя на смех подымет Да я не выдумываю Ну, сама подумай Покушение Виктория Счета Павла Какие-то эфемерные деньги Да это полный бред Алло Алло Люда Господи, когда она нам гомонится Надеюсь, мы ее не прозевали Да не переживай Мы приехали раньше, чем планировали Не волнуйся Она сейчас выйдет Вот она Слава Богу, мы ее застали Так, Люсь Я пошла Давай Здравствуйте Я подруга Людмила И я бы хотела с вами поговорить Вы подруга Людмила Если она не отстанет от нашей семьи Я заявлю в милицию Так ей передайте Я вас прошу, пожалуйста Послушайте меня Это действительно очень важно Это вопрос жизни и смерти Марина Я не знаю, как ее защитить Она к себе не подпускает Ну что, ехать к воине на юбилей? У меня в Киев нет смысла ехать Я могу кроме полететь отсюда Это что, Катя? Мне это не нравится Люсь, может это охрана Может Троицкий позвонил Своим знакомым милиционерам Чтобы они за Мариной присмотрели Да нет А если это Виктория? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чувствую, не в добро все это Ты не переживай, Люсь Может, окажется, что это просто охрана Подождем Да Мало ли Богдана Мы можем поговорить? Конечно Проходи Заходи Присаживайся, располагайся Кофе, чай будешь? Сок, вода, минералка Может, пиццу закажем? Ты, наверное, голодная? Спасибо, я не голодная Пить тоже не хочу А конфеты? Хочешь конфет? Вот есть Нет, спасибо Скажите Что вам от меня нужно? Люсь, ну поехали уже Ну, сколько можно здесь торчать? Мы ничего не ели С самого утра Устали, как с собакой Потерпи, Катюш Столько ждали Еще и полчасика подождем Алло, дорогой Привет Привет, солнышко Как ты там? Еще не соскучилась? Ну, конечно, соскучилась Целый день была на экскурсиях А ты слышал легенду об Устах Истины? Нет, не слышала Что за легенда? Уста Истины Это античная круглая мраморная плита С изображением маски Тритона Почти два метра в диаметре От четвертый век до нашей эры, между прочим Раньше, скорее всего, служила частью фонтана Чем эта плита интересна? В средние века Усты Истины были детектором лжи Представляешь, если Врун положил руку в приоткрытый рот Тритона Божество откусит ее Надеюсь, ты туда самочку не плала Еще была в Колизее А ты знал, что амфитеатр вмещал 50 тысяч зрителей? Невероятно, правда? Действительно, невероятно Странно Бабнин! Баблиэн! Ничего не понимаю Куда они могли подеваться? Алло, Фаина Марковна, здравствуйте Да, это Гена Слушайте, я тут приехал бабулях наших навестить А их дома нет Вы, случайно, не знаете, где они могут быть? Гуляют? На ночь глядя? Хорошо, спасибо, до свидания Убери руки Вставай, вставай Давай, аккуратно Кат Я хотела тебе помочь Да иди ты со своей помощью Захотела избавиться от меня Да, а если я исчезну, Саша к тебе вернется? Не надейся Марина, поехали в больницу Нужно проверить, все ли нормально Не трогай меня! Ай Катя, ответь Ты меня слышишь? Алло Рома, я тебе перезвоню Пошли, поехали, поехали в больницу Убери руки! Что вы задумали? Убери руки, не трогай меня! Я сказала, не трогай меня! Тише, тише Садись Катя, давай Я... Папа мне все рассказал Ненавидишь меня, наверное Я не знаю, как к вам относиться А почему вы аборт не сделали? Зачем вообще было меня рожать? Я любила твоего отца И хотела от него ребенка Тебя Так хотели, чтобы бросили сразу после моего рождения? Брошенная проститутка Какая из меня мать? Ты... Ты прости меня, если сможешь Я постараюсь Подожди Я тебе этот день рождения хотела подарить Просто не успела Да и не вспомнила Точные даты Третье мая Да, я... Я к Динке после первого приехала С днём рождения, доченька Спасибо, я пойду Дай Бог здоровья вам и вашим дедам 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 Ты... Ты живая, здоровая. Мой мальчик, его нет. Мой мальчик, чтоб не сдохлась от вас из меня. Ну ладно. Тебе нужно ведь попробовать, пойдем. Пойдем. Дякую. Здравствуйте. Ну что сказали? Плод не пострадал? Слава Богу, нет. УЗИ показалось, что плод в полном порядке. Слава Богу. А как она сама? Как себя чувствует? Пару ссадин, но явных физических повреждений не обнаружено. Доктор говорит, что нет смысла госпитализации. Значит, можем ее забирать? Нет, дорогуша. Это скорее тебя заберут. Цевуна, ведь ввозите ее в видео. Подождите, что происходит? Марина, что делаешь? Спасаю свою семью от опасной преступницы. Кто это, самошедшая? Чего она на тебя там бросилась? Это мать парня, с которым я когда-то встречалась. Ясно. Не может тебе простить, что ты бросила ее драгоценного сыночка? Он умер. Костя не был хорошим человеком. Я любила его, как мне тогда казалось. А он просто пользовался мной. Знакомая ситуация. Это он подсадил меня на наркотики, а потом определил в бордель. Господи, тебе тоже пришлось. Ладно, я пойду. Спасибо вам за… Если бы не вы, я не знаю, что бы она со мной сделала. Подожди, я… Я тебя одну не отпущу, давай я тебя проведу. Я Гене позвонил лучше. Хорошо, только пока Гена не приедет, побудешь здесь. Хорошо. Мы можем идти? Не. Долго нам еще сидеть? Пока и назьясуемо все обставлены. Извините, пожалуйста, а что «зьясовыва» ты? По-моему, все понятно. Нужно срочно ловить преступницу, пока она не удрала из города. Но вы же только что сами видели видео. На нем четко видно машину, которая пыталась переехать в Марину Савченко. Или вы ее не заметили? Чего уж не пометил? Пометил. Я пометил, как у двори стояла машина, которая разрушила с места, а сегодня паня Савченко вышла с подъезда. Но что это говорит? Ничего. Совсем ничего. Но отмена от этого паперца. Знаете, что это? Это заявка постраждали. В ней она считает, что именно вы пытались ее убить. А не какая-то там мифическая особа с авто. Уявите ситуацию. Женка и до сих пор любит своего прошлого человека. Но он и дружный на другого. Чекает от нее ребенка. Покинутая женщина пытается убить свою конкурентку, чтобы вернуть потерянное любение. Классика жанров. Я вам могу таких историй, чтобы много рассказать. За 20 лет я их собиралась, поверьте, на целую книжку. Ну вы хоть номера, проверьте этой машины. Шановне, дякую за пораду. Но дозвольте, я сам буду делать то, что считаю необходимым. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Богдан, что произошло? Да ничего, все нормально, просто поздно. Хотела, чтобы ты меня провел. Постой, посмотри. А, Ген... Да что вы к ней лезете? Гена. Вам мало того, что вы уже сделали? Вам надо было сюда переехать, чтобы здесь над ней издеваться? Да вас убить мало. Гена, успокойся, она тут ни при чем. Это Дарина меня ударила. Какая Дарина? Пойдем, я тебе по дороге все объясню. Пойдем. Ген. Извините. Спасибо за все. Ну вот и где Люсь уносит? Командировка у нее. Еще и телефон отключила. Может с ней по дороге что случилось? Ба, сплю. Мам, может на работу лучше позвони? Алло, Варя? Варюш, скажи пожалуйста, а Люся из командировки вернулась уже? Какой командировки? Хорошего вечера. А Варвара ни о какой командировке не слышала и Люду сегодня не видела. Вы меня, конечно, извините, но Людмила Сергеевна взрослая женщина. Может быть у нее свидание, а вы тут кипиш устроили. Лиза, ты опять? Мушу визнати, у дечому вы мали рацію. Есть информация о машине? Так, ее арендували в одной львовской фирме, которая занимается прокатом автилок. Кто арендовал? Какаясь Косарева Вероника Ивановна. Скажите фотографию. Не могу. У меня ее нет. Ну, а ксерокопию паспорта тогда? Ксерокопию тоже не делали. Как-то не делали. У нас даже велосипед без паспорта арендовать невозможно. Вона залишила в якости завдатку тысячу долларов. Ну, может, неизвестно, как она выглядела. Паспорта, который давал ей ключи и брал деньги, после замены так милозався, что ничего не помнит. Единственное, что я вспомнил, она была вдохнена в довгий плащ. В плащ? В плащ. А возраст? Сколько было на вид? Он сказал? Сказал, что не старая, довольно хорошая. Может, по телевизору хоть что-нибудь хорошее показывает? Свет, выключи, я тебя прошу. Голова раскалывается. Ладно, я на кухню. Чай кто-нибудь будет? Нет, спасибо. Хорошо. Господи, ну, наконец-то, хоть вы пришли. А что это? Гена, что это? Гена, не хочешь объяснить? Это Дарин. Я ее случайно встретила, она на меня накинулась. Надо срочно лед приложить. Ну, все, мое терпение лопнуло. Сначала Люся пропала непонятно куда, а теперь это. Ага. Может, не будешь отвечать? Музыку выключи. Пожалуйста. Да, я слушаю. Алло, Степа, твою дочь избили. Мам, ну не надо. Что? Когда? Что с Богданой? Сейчас она дома. Кто это сделал? Дарина, если помнишь такую. Скоро буду. Степа, не едь. Ну, ты же знаешь, что Галя, она хочет нас разлучить и всякую ерунду придумывает. Мою дочь избили. По-твоему, это ерунда? Меня не жди, когда буду, не знаю. Красиво. Алло. Где твоя Катя? Слышишь ты? Что за наезд? Ее подружка Полищучка сорвала мне дело. Кто ей, по-твоему, накапал? А я откуда знаю? Если ты решила, что моя жена в этом как-то замешана... Послушай, Катя никакого отношения к этому не имеет. Она сейчас вообще в Италии на отдыхе. Ее счастье, если она там. На вокзал поедем? Катя, Катя, где же ты? Ты же не можешь меня обмануть. Будь ласка, запросить постраждалу Савченко. А где Люся? Не знаю. Сказала, что уехала в командировку, но на самом деле мы выяснили, что ни в какую командировку она не уезжала. Ну что, уже легче? Ты мне уже все обработала, Оксан. Прошу, седай. Пані, может, вы решите это вопрос полюбовно? Марина Валентинюна, в вашей справе з'явилися нові факти, которые дают мне представу вважати, что пані Полищук не мала наміру вас вбивати. Ну и пока. Вона хотела вас врятувати. Да неужели? Да неужели, что же она вам тут намалула? Я понимаю, сейчас вами керують эмоции, но давайте попробуем вернуться до логики. Как бы и насправді пані Полищук хотела вас вбити, навіщо ей это делать превселюдно? Ну, поверьте моему багаторічному досвіду, вбивцы, которые не хотят потрапить за грати, чинят совсем иначе. А вы ее плохо знаете. Но я знаю обе иначе. В этой справе была третья сторона, которая исчезла с места преступления на автівке. И что я не знаю, мы ее знаем... Перепрошу. Алло. Так. Понимаю. Угу. Так, спасибо. Спасибо. Бувай. Ну, ось. Знайшли автівку. И что? Ничего. Водей залишил ее на улице Рибней. Сам втек. Жодного следка. Вы же можете снять отпечатки пальцев. Вы уявляете, сколько их там? Авто орендоване. У нас год піде на то, чтобы каждый отбиток отработать. Ось вы видите. Думаете, вона випадково не вела вас на эту думку про машину? Это ее план. Вы на марте, которая, начебто, хотела меня убить. Была ее социальницей. Людмила Полищук 17 лет была уязнити. 17 лет. Вы уявляете, сколько в ней друзей? Отже, вы не випадково сняли ту машину на видеорегистратор. Это было инсценование. Трюк, чтобы отвести от себя подозру. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Но со мной такие фокусы не пройдутся. Так, все, я не намерена слушать эту чушь. Катя, пойдем. Романка Полищук, вы никуда не пойдете. Вы затриманы. Залишитесь на ночью в больнице. Дмитрий, веду и подозрюваю. Как ты, милая? Да все нормально, папа. Я позову бабушку маму. Господи. Где ты ее встретила, эту Дарину, а? У салона красоты. Степа. Я от Оксаны выходила. Она шла по улице, попрошайничала. Увидела меня и сразу накинулась. Я бы не отбилась. Хорошо, хоть Ксюха из салона вышла. У салона красоты, говоришь? Хорошо. Ты куда? Ты куда собрался? А ну-ка не дури. Ночь на дворе. Ну где ты сейчас ее будешь искать? К тому же у нас еще одна проблема. Люда пропала? Как пропала? Вот так. Уехала в командировку и ни слуху ни духу. Привет, Гена. Ладно. И телефон у нее отключен. Да, я понял уже, что отключен. Так, ладно. Пойдем другим путем. Хорошо. Алло, Саша, привет. Да, извини, что поздно, но очень срочно. Люда поехала к Марине во Львов. Да не знаю я, не можем дозвониться. Я понял, хорошо. Ты как будешь во Львове, набери меня сразу. Договорились. Степ, я не поняла сейчас. Люся что, во Львове? Ну да, я же сказал. Поехала к Марине. Поверь мне, отговаривать было бесполезно. А ведь нам ни словом не обмолвилось. Да. А Саша? Он ее видел уже? Саша тоже во Львове? Саша в Польше. Сказал, что первым рейсом вылетает в Львов. Ты? Будь добра, я тебя прошу, выслушай. Ты ошибаешься насчет Люды. Она действительно хотела тебе помочь. Оставьте меня в покое. Да пойми ты! Во всем виновата Виктория Мешкова. Я лично слышала разговор, ее разговор с Ромой. Ей нужны деньги Павла, а ты со своим наследником мешаешь. Я тебя прошу, будь добра, забери заявление. Люся, правда, ни в чем не виновата. Если ты сейчас не уйдешь, я вызову полицию. Тогда ты составишь компанию своей Люсе. Марина, глупая ты. Все, я не шучу. Хорошо? Я ухожу. Но только учти, в следующий раз тебя спасать будет некому. Степ, оставайся у нас, поздно уже. А мы тебе на диване постелим. Ты знаешь, мама, пожалуй, останусь. Вот и хорошо. Скажу Лизе, чтоб постелила. Фаина Марканова, я сама. Вам тоже пора спать? Ба, мы еще успеем. Знаете, а я последую вашему совету. Всего доброго. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Так ты говоришь, эта Дарина была пьяная и просила милостыню? Может быть, за ней какой-нибудь криминал тянется. Алло, Саш? Привет. Слушай, извини, что поздно. Я по делу. Тут появилась некая особа. Колесникова Дарина. Помнишь такое? Да. Так вот, оказывается, что она не какая-то не светская дама, а обычная бомжиха. Ее Боди на улице случайно встретила. Она набросилась на Богдану. Ни с того, ни с сего. Ты бы пробил по своим каналам. Может, что, всплывет? Угу. Спасибо тебе. Извини еще раз за звонок. Спокойной ночи. Добрый. Ну что, действительно, может быть, будем спать. Утро вечера мудренее. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да. Давай. Спокойной ночи. Степа, я... Галь. Не надо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Видишь, ты Оксана шлялась, да? Я пока твою дочку пока не тварь. Ненавижу! Оксанка, доченька моя, не сына. Ты осталась как дезвебия к твоей матери не путевы. Еще говорят, есть бог на свете, да? Ну и где ты? За что мне это все? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok